Командующий армией, Россия разместила ядерные ракеты в 16 километрах от Норвегии, Дагбладет, Норвегия, Асле Хансен, Дагбладет, Норвегия, 28 августа 2019 года. В подкасте специализированной газеты «Форсворец форум», «Форум обороны», «Война и все такое», Крик Амперсан Цан, командующий норвежской армией Хокен Брюнхансен, Акон Брунансен, рассказал, что Россия разместила ракеты средней дальности вдоль границы с Норвегией. Россия развертывает новые виды ядерного оружия средней дальности как вдоль границ прибалтийских стран, так и вдоль наших границ, рассказал командующий норвежской армией «Форсворец форум». Совершенно очевидно, что размещение ракет средней дальности – это новая и очень опасная игра, сказала старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики Юлия Вильхельмсен. Юлия Вильхельмсен, газете «Дагбладет». Новая гонка вооружения Вильхельмсен напоминает, что подписанный в 1987 году договор о ракетах средней и меньшей дальности больше не действует. Это соглашение запрещало России и США иметь наземные ракеты средней дальности. В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из соглашения, поскольку, по его мнению, Россия его не соблюдала. В феврале этого года Владимир Путин высказал мнение, что договор нарушили США. И вот 2 августа ДРСМД остался в прошлом. Прошла всего пара недель после того, как ДРСМД прекратил действовать. Недавно США испытывали ракеты средней дальности, которые нарушали бы ДРСМД, если бы он все еще существовал. И Путин заявил, что Россия примет ответные меры, если США разместят эти ракеты в Европе. Экспертов тревожит, что ДРСМД перестал действовать, поскольку это может стать началом новой гонки вооружений. Возможно, она уже началась, заявляет Вильхельмсен и продолжает, это опасная для Европы ситуация. США могут разместить свои ракеты средней дальности в европейских странах вроде Польши или Норвегии, чтобы надавить на Россию. Но, становясь стартовой площадкой для американских ракет, европейские страны одновременно становятся и мишенью для России. Однако сотрудница Норвежского института внешней политики подчеркивает, что ракеты еще не развернуты. Мы делаем то же самое в подкасте «Форсворец форум» участвовала также Хидда Лангемюр. Хидда Лангемырь – руководитель форума по иностранным делам и безопасности. Она подчеркивает, что вооружение наращивают не только русские. Мы ведь делаем то же самое. С начала учения единый трезубец, а теперь временное размещение американского второго флота ВМС в море на севере. Очевидно, что присутствие наращивает обе стороны, сказала она «Форсворец форум». Второй флот – оперативный флот ВМС США, в зону ответственности которого входит северная часть Атлантического океана. По плану, в 2020 году он начнет снова действовать, как во времена Холодной войны. На вопрос, не провоцирует ли Норвегия Россию, начальник обороны Хокен Брюнхансен в подкасте отвечает, что более провокационно. Американский авианосец в Норвежском море и в тысячи километров от России или направленный на нас ядерной ракетой в 16 километрах от нашей границы. Однако Брюнхансен по-прежнему считает, что Россия в ближайшее время не станет атаковать Норвегию ракетами. Тем не менее он осознает, что это новое оружие нацелено на Норвегию и европейские города, чего не было раньше, когда вооружения имели большую дальность. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.